О развилке сложено немало песен, даже, наверное, больше, чем о видном. Все это говорит о том, что местные жители любят свою малую родину и хотят сделать жизнь в ней лучше. Но и проблем, как всегда, хватает. Узнаем, у жителей развилки что же волнует их. Плохо убирают, волнует их. И грязно очень. А где-то конкретно плохо убирают или везде? Да везде плохо. Вот вы где пройдите по всему этому. Везде плохо. Морозы, холодно в квартирах. Сколько было градусов? Ну, градусов 15 в одной комнате было. Как обогревались? А? Как обогревались? Этим, камином. В квартирах холодно. Вот такие заплатки делают. Вот всему бы дому такие сделали бы. Вот эти вот заплаточки, которые вот стоят. У вас тоже холодно было? Холодно очень. Какой дом? Вот этот 36-й. Трехкомнатная квартира. Вот она сюда на север идет. Холодрыга ужасная. Площадку сделали плохо. Очень крутая лестница. Один забирается, ребенок следом бежит, другой, этот его уже ногами по лицу стукает, потому что так, лестница плохо сделана. И слетают все дети. Чуть, кто не дай бог, пинул, все, ребенок летит вниз. Есть. Площадок мало детских. Волнует очень сильно стройка, которая вот там началась. Там у нас был лес, там у нас были соловьи. Там у нас были шашлыки летом, там у нас дети гуляли. А теперь все вырубили и сделали стройку. У нас разрешение спросили. МКАТ очень сильно близко. Были дома стало на четыре пальца больше. Уже сейчас зима-летом и вообще все задохнемся здесь. Чтобы убедиться в правоте жителей, мы решили увидеть все сами. Дороги в поселке не сказать, что не чистят совсем вон, какая бригада трудится. Но в то же время пешеходные дорожки притоптаны снегом. Скользко. Детских площадок, возможно, и правда не хватает на всех детей, а их в поселке много. И на стройку мы посмотрели. Такому соседству, конечно, не позавидуешь. Особенно, если раньше окна выходили на березовую рощу. Теперь и вид неприглядный, и вместо шума берез – шум строительной техники. И все же сюжет хочется закончить на позитивной нотке. Ведь для каждого жителя развилки это место – любимое и дорого по-своему. А любите свой поселок? Очень. За что? Ну, не знаю. Как-то здесь уже живем 40 с лишним лет, поэтому не знаю. Люблю за то, что он зеленый. Люблю за то, что он красивый. Люблю за то, что тут вся инфраструктура. Библиотека очень хорошая. Вот за это вы любите развилки? Да. Стадион хороший. Школьный двор очень хороший с маленькими гулять. Здесь просто живу. Я не знаю, люблю я свой поселок или нет. Ты тоже любишь свою развилку, да? Да, я ее очень люблю. Здесь много горок. И еще я очень обрадовался, когда построили новую площадку. Много всего. Развлекуха полная. Здесь дети родились и выросли. А что еще нужно человеку, когда семья есть, все нормально. В развилке дежурили Татьяна Брылова, Владимир Бижонов и Елена Кошелева. Видное ТВ. Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова